Добрый вечер, в эфире Вести и Карачаева, Черкесия. С вами в прямом эфире Ярослав Чекланов. Смотрите в нашем выпуске. В Усть-Жигуте идут ремонтные работы, подъездных путей, ведущих к трем городским кладбищам. Средства выделены из республиканского бюджета. 13 лет в небытии. Житель Черкеска более 10 лет ищет своего сына. Отчаявшийся отец рассказал о своей беде Вестя. Карачаева-Черкесия приняла активное участие во всероссийской экологической акции, которая проходит в эти дни в большинстве регионов нашей страны. В парке культуры и отдыха Зеленого острова прошли показательные занятия водолазов, посвященные 25-летию образования Карачаева-Черкесии. Накануне глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов встретился с руководителем управления Федеральной службы судебных приставов Маратом Урусовым, который проинформировал руководителя региона об итогах работы службы за 8 месяцев текущего года. Главный судебный пристав в республике сообщил, что по взысканию платежей в бюджеты всех уровней в 2017 году за текущий период перечислили 326 миллионов рублей, а за аналогичные 270 тысяч. По словам Марата Урусова, служба судебных приставов во всем показателям деятельности занимает хорошие позиции среди региональных управлений. В Усть-Жигуте начались ремонтные работы подъездных путей, ведущих к трем городским кладбищам. По обращению жителей города главой республики Рашидом Тимрезовым были даны поручения администрации Усть-Жигуты решить проблему. Средства выделены из республиканского бюджета. Ахмат Халкечев подробнее. Необходимость ремонта подъездных путей к городским кладбищам стояла остро на протяжении последних полутора десятка лет, рассказывает заместитель мэра Усть-Жигуты Шакман Суинчев. В нерелигиозных праздниках, особенно зимой и в ненастную погоду, автотранспорту невозможно было разъехаться на разбитой и ухабистой грунтовой дороге. Проблема была действительно острая. Действительно народ в этом нуждался. Почему? Потому что в каждой вере свои праздники религиозные в году раз, два, три. Что православные, что мусульмане бывают на кладбище. Ремонтируются дороги, ведущие к трем кладбищам города. Два мусульманских в центральном и головном районах. И одно православное в районе Диганас. Реконструкцию начали с христианского, чтобы в преддверии исламских праздников не создавать неудобства для посетителей мусульманских кладбищ. Сейчас здесь работы все уже завершены. Асфальтового покрытия на улицах не было со дня основания. Ширинного водорожного полотна, поперечные и продольные уклоны, откосы, водоотводы – все в строгом соответствии техническим параметрам дорог муниципального значения. Все жители города, а также приезжие, посещая это кладбище, всегда жаловались на эту дорогу, на неудобства сюда, подъездных путей. Ну, наконец-то мы дождались. Сделали нам хорошую дорогу сюда, сделали отличную стоянку для автомобилей. Люди, которые сегодня проезжали, очень много проезжало на кладбище. Все говорят спасибо. Подрядной организации предстоит проложить более 4 километра асфальтобетона. Помимо самих дорог, по проекту также запланировано благоустройство прилегающих к кладбищам территории и устройство автопарковочных зон. Кладбище находится, как видите, далеко от населенного пункта. Люди проезжают на транспорте. Опять-таки, это неудобство создает аварийно-опасные моменты при разъезде. Мы сейчас готовим площадки для стоянки автомобилей. Будет нормальная, очень большая площадка. Это порядка 3000 квадратных метров площадки будет здесь. Автостоянка? Автостоянка, да. Как поделился начальник строительного участка Магомед Найманов, подрядчику для выполнения всех работ отведено два месяца. Но, судя по темпам, мы вполне рассчитываем за все объекты с опережением графика, подытоживая икон. Ахнах Локечев, Аслан Баташев, Вести Карачаева, Черкесия, Усть-Жугутта. Разлука с родным человеком. Надежда на встречу. Житель Черкеска Виктор Баранович вот уже 13 лет ищет своего сына и ждет его возвращения домой. Мужчина позвонил к нам в службу информации с просьбой о помощи, чтобы о его беде услышали люди. И появилась надежда на то, что о его сыне Станиславе Барановиче появится хоть какая-то информация. Тему продолжит Александра Коваленко. На протяжении 13 лет Виктор Баранович живет одной мыслью, что его сын Станислав однажды постучится в дверь. Жизнерадостный, трудолюбивый, отзывчивый. Он был мальчишкой с открытой душой. Вот таким остался в моей памяти Стас, рассказывает в съемочной группе «Убитый горем отец», рассматривая фотографии сына. Среди коллег он был уважаемым человеком. Семь лет Станислав проработал во вневедомственной охране Черкеска. Ему было чуть больше 30, когда семья переехала из Черкеска в Михайловку, Волгоградской области. На тот момент у Станислава уже была дочь, которую он воспитывал один. Стас был внимательным и заботливым отцом и всячески пытался заработать деньги, чтобы выплатить кредит, да еще и на жизнь хватало, рассказывает Виктор Иларионович. Уехав 24 ноября 2004 года очередной раз за товаром в Черкесск, Станислав обратно домой больше не вернулся. В этот день у него была на руках вся выручка, запроданный товар. Все заботы о дочери Стаса легли на плечи его родителей. С пустяной он на базаре торговал. И после того, как продал все, он позвонил матери домой, что, мам, я все продал, и я, наверное, поеду еще раз в Черкесск, чтобы привезти еще и рассчитаться быстрее с банком. А потом мне перезвонил, я уже был на работе, он мне звонит, батя, ты будешь свободный, заедь на рынок и забери там у парня раскладушку, зеркало там, ну, сумку с это, все. Я, говорит, еще раз съезжу. Пропажа единственного сына повлияла на переезд семьи Баранович на родину в Карачаево-Черкесию. Через три года со своим горем они перебрались поближе к родственникам, продолжая активные поиски. Обращения пропажи сына в различные инстанции результатов так и не дали. Поиски, исчисляемые годами, и сегодня безрезультатны. Свою боль в исчезновении сына мать унесла в могилу, а отец и сегодня продолжает искать Станислава. Сам Виктор не суеверный, но не раз обращался к гадалкам и ясновидящим. 26 июня Станиславу исполнилось 50 лет. С грустью говорит отец. У меня надежда вся была, что он живой. Мы куда только не ездили, по каким бабкам, по всяким этим, где мы только не были. Все говорили, что он живой. И вот последний раз у меня здесь соседей, мы поехали с ним в джигуту, там цыган. Он так вот взял, он даже не смотрел фотографии. Он зашел к ним, он говорит, достань фотографию, цыган сказал, с внутреннего кармана достань фотографию. Этот парень, говорит, живой. И он скоро объявится. 2 августа телефонный звонок растревожил душу Виктора Барановича. Соседка в доме, где он проживал со своей семьей, позвонила и рассказала, что на днях его сын Станислав приходил в бывший дом родителей в Черкесске, который они продали не так давно. С разрешения нового хозяина он зашел во времянку, в которой жил со своей семьей. Вспомнил даже, где был виноградник и гараж. Как рассказывает мужчина, он был с длинной бородой, худощавого телосложения. На шее висел фотоаппарат. Он не задал ни единого вопроса, только сказал, что приехал к родителям. Затем ушел. Это случилось больше месяца назад. И с тех пор больше нигде Станислав не появлялся. Виктор Иларионович сбился с ног, разыскивая своего сына, рассматривая видеозаписи, расспрашивая прохожих и соседей, диспетчеров на авто и ЖД вокзале. Но поиски не увенчались успехом. Виктор Баранович просит о помощи всех жителей республики и не только, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем сыне Станиславе. Звонить по номеру, который вы видите на своих экранах. 8-918-716-3193. Александра Коваленко, Ислам Урумов. Вести. Карачаево-Черкесия. Продолжаем выпуск. Карачаево-Черкесия приняла активное участие во всероссийской экологической акции, которая проходит в эти дни в большинстве регионов нашей страны. Во всех городах и муниципальных районах нашей республики активисты высаживали молодых деревьев, вырубали сухостой, косили траву вдоль автомобильных дорог, собирали мусор в зонах отдыха, ликвидировали несанкционированные свалки. Так, на территории, прилегающей к парку культуры и отдыха Зеленый остров, за наведение чистоты порядка взялись сотрудники министерства, ведомств организации и предприятий Карачаева-Черкесии. Надо отметить, что масштабная акция по санитарной очистке и благоустройству муниципальных образований приобрела особое значение в год экологии в нашей стране. Мы решили присоединиться к акции субботника в составе правительства, в том числе наше министерство, работники нашего министерства вышли на улицы, чтобы поддержать чистоту. Мы хотим, чтобы наш город был чистый, чтобы наши дети, когда выходят на улицу, ходили по чистому городу и тем самым привлечь внимание в том числе и простых граждан, которые, выходя на улицу, лишний раз задумываются о том, чтобы не бросить где-нибудь бумажку и не оставить пакет. Мы хотим жить в чистом городе. В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» прошли показательные занятия водолазов аварийно-спасательного формирования на водных объектах, посвященные 25-летию Карачаева-Черкесской республики. Альвина Кураченова-Кенжева наблюдала за спасателями. Учения развернулись прямо на водоеме. Сотрудники аварийно-спасательного отряда республики продемонстрировали учащимся технологического колледжа, как оказывать помощь пострадавшему. Студенты говорят, что наблюдать за спасателями очень интересно, так как поисковые операции на воде производятся с использованием различной техники моторных или надувных лодок, катеров, водолазного оборудования, а также других подручных средств. Если же нет возможности использовать лодку или другое плавсредство, то спасателям оказывается помощь в плавь. Пострадавшего доставляют на сушу, там проводятся все необходимые манипуляции. Сейчас студенты четвертого курса покажут наглядно и расскажут, как помочь пострадавшему на воде. Расскажите, пожалуйста, что сейчас будем делать? Вот мы вытащили условного пострадавшего из воды. Первое, что нужно сделать, это осмотреть его, наличие признаков жизни. Для этого расстегиваем ему куртку. Если есть ремень, какая-то стесняющая одежда, ее нужно расстегнуть. Затем я слушаю его дыхание. Дыхания нету. Пульс есть. Затем нужно приступить к реанимации. Для этого берем какую-нибудь салфетку, бинтик или кусок какой-то ткани, очищаем ротовую полость круговыми движениями. Потом берем еще один кусок ткани, кладем на рот, зажимаем нос и делаем два неполных вдоха. Затем нужно осуществить 30 надавливаний на грудную клетку. Именно 30? Да. Не меньше, не больше? Нет. Два вдоха и 30 надавливаний. Продавливать нужно на 5-6 сантиметров. И так до того, пока не прибудет скорая помощь или человек не оживет. В случае чрезвычайного происшествия все действия спасательной команды должны быть четкими, грамотными и быстрыми. Для этого и проводятся всякого рода подготовки в виде учений, тренировок и соревнований. Ну а студенты становятся свидетелями таких мероприятий и получают бесценный опыт. Считают, что не зря связали жизнь с такой профессией и хотят помогать людям. Спасение человеческой жизни, наверное, нет ничего более важного, чем человеческая жизнь. И как хорошо, что есть такая специальность, которая специализируется на помощи, оказании помощи в трудных ситуациях. Это, наверное, в первую очередь. Вот вы девушка, у вас нет никакого страха? Страхи можно преодолеть, любые страхи. Раньше я боялась высоты. Придя в эту профессию, я перестал в бизнес. Больше не было. Учитывая, что на воде гибнет большое количество людей и детей, то проведение специальных учений предотвращает подобные моменты и позволяет уменьшить случаи со смертельным исходом. Альбина Курочинова, Кенжил Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. 29 сентября наша республика отмечает день рождения и сегодня с этой знаменательной датой жителей Карачаева, Черкесии поздравляет автор восстановления карачаевской породы лошадей, инициатор и руководитель конного восхождения на Эльбрус в 1988 году Клыч Герий Урусов. Я поздравляю своих земляков, желаю им добра и счастья, чтобы республика наша была впереди, ни в чем не нуждалась. Относились друг к другу уважительно, дружно, любили работу, учебу, знания. Если молодежь будет стремиться к работе, к знаниям, к науке, то и республика будет процветать. Добра и счастья всем жителям республики. Это все вести, а прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Благи и намерения». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова